Буквально с первых секунд зрители фестиваля социальных спектаклей становились участниками действа. Формат равный равному для школьников и молодежи работает идеально. Проблемы понятны каждому, вопросы заданы сразу, ответы на них получены. С каждым годом участников становится все больше. В этом году у нас 11 команд из разных поселений, разных учреждений Слободского района. Дети уже уверенно себя на сцене чувствуют, причем каждый подает проблемы в рамках своего возраста. Школьники старших классов пытались найти ответы на вопросы проблемных взаимоотношений между детьми и родителями, негативных явлений в молодежной среде. Актеры помладше рассуждали о вредных привычках и зависимости от них. Мы рассказываем про зависимость. Зависимость не только одну, а зависимость разную. Например, про курение, про зависимость интернет и зависимость от чужого мнения. Потому что подростки сейчас не думают своим умом, а подчиняются чужому мнению. Как бороться? Ну, больше взять времени прогулкам, учебе. Потому что сейчас нужно думать о учебе, а не остальном. Одни еще только учатся рассуждать на проблемные темы, другие сознанием дела отстаивают свою точку зрения. Аргументируют мягко, но доказывают. За 10-15 минут, проведенных на сцене, актеры успевают вжиться в роль настолько, что зритель верит, воспринимает их проблемы как свои. Ведь, по сути, так и есть в зале сверстники. Одни на сцене, другие в качестве зрителей. Им сообща нужно решить больше десятка проблем этого сложного возраста. Будь то ранней беременности, безответной любви, экстремального селфи, конфликты с родителями. Родители, они постоянно были чем-то недовольны. Я всегда хотел от них отгородиться, взять каймалу, никогда не понимал, почему у них зажиг. Жить распостоянно ссорок, криков и ровно. Помню, как ты пригласил меня в немедлядной школьной дискотеке. Да все девчонки просто с завистью подохли. А потом я признался мне в любви и наши ночные прогулки по крышам. А потом это смс. Мы больше не можем быть вместе. Я когда-то как раз сразу в спектакль включилась и, честно говоря, мне такие пошли мурашки, даже слезы. И я видела, как мальчик, ну, на самом деле, как бы, ну, играл, ну, скажем так, играет роль, да. Так, прям все выше, щипательно. И вот вернемся, как бы, к теме отцов и детей. Просто, допустим, вот вы сейчас эту тему переживаете, эти вопросы переживаете, а какими вы будете родителями? Мы переживаем на сцене эти проблемы в будущем и не будем совершать таких ошибок. Будем стараться более чуткими быть со своими детьми, не уделять мощь, не могут быть. Где та точка невозврата и как найти черту в постановке, тупо шедшая. Тема нашлась сама, вместе с ребятами дописали, обсудили, как это будет выглядеть на сцене. Вышли и показали. Это была импровизация, честно говоря. Диана и Давид Тунян, брат и сестра, представляют Шиховскую школу, участвуют в двух постановках. Говорят, здесь на фестивале обсуждаются актуальные проблемы, о которых нужно говорить. Это очень актуальная тема, потому как в данное время, вот особенно про подростков, это прямо на данный момент так все и происходит. Подростки убегают из домов, становятся наркоманами. В общем, сходят с жизненного пути правильного. И надо показать, что так делать нельзя, до чего это может привести, каким последствиям. Тема действительно очень актуальная. И нужно показать всем подросткам, что как поступать стоит, а как не стоит. Остановиться можно всегда. Это вопрос силы характера, силы духа и просто своего самого желания остановиться. Спектакли сыграны, выводы сделаны. Жюри озвучило результаты. Первое место в районном фестивале социальных спектаклей у театральной студии «Зазеркалий» деревни Шихова. Второе у студии «Кот Егор», также деревни Шихова. На третьем месте объединение «Новая волна» в Ахруше. Обладатели первого и третьего места, а также театра Лоизбобина будут представлять Слободской район на областном фестивале социальных спектаклей.